Всем привет, мои хорошие! С вами Экей Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео на балконе. Соседи на меня палят, но мне пофиг, ничего страшного. Я решила сделать какое-то разнообразие, решила хотя бы разговорное видео, где, например, не мукбанг и вот это вот чапканье не настолько важно, например, решила снять вот здесь. Конечно, есть некий гул, возможно, я это видео вообще пересниму, но да ладно. Я спросила у вас в инстаграме, хотите ли вы, чтобы я сняла видео, что в моем телефоне. Такое видео у меня было, наверное, года два назад и, кстати, было очень удачное видео. Поэтому я решила повторить, чтобы внести какое-то разнообразие, так скажем, в свой канал. Я вам расскажу о программах, с которыми я монтировала видео на телефоне, где я редактирую видео, например, для обложки. Я сразу скажу вам, что по фоткам я не профи, у меня нет фейстюна и вообще в этих программах я не очень разбираюсь. То есть я прям чайник в таких вещах, но вот в монтаже, например, да, я испробовала много программ. В конце видео еще вам расскажу про то, если вы хотите стать блогером, какими программами можно монтировать, которые стоят, например, недорого, можно купить. Потому что хорошая программа монтажа стоит около 20 тысяч. То есть это очень дорого, я считаю. А покупая пиратскую... Ну, в общем, об этом я вам расскажу в конце видео. Давайте начнем. Я специально не готовилась к этому видео и ничего не удаляла, не делала какой-то порядок у себя в телефоне, так скажем. Вообще вот этот вот обой, который у меня есть в телефоне, это заставка стандартная, которая была, когда я купила этот телефон. И с тех пор, уже, наверное, где-то полгода, я постоянно забываю убрать эту заставку. Итак, любимая программа это творческая студия YouTube. Здесь можно посмотреть, сколько у меня просмотров за 48 часов. У меня 290 тысяч просмотров за 48 часов, потому что вчера было только одно видео, поэтому немножко эти цифры упали. В общем, за месяц у меня 4 миллиона 500 просмотров, это со всех видео. Я считаю, что это неплохой показатель, у меня хорошее удержание, и это все офигенно. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я захожу в творческую студию YouTube. Это специальная программа, предназначенная именно для ютуберов, чтобы мы могли отслеживать свой доход, отслеживать комментарии, блокировать людей, чтобы было очень все удобно и под рукой, чтобы не заходить через компьютер и так далее. Вторая программа, которая не менее важная, так скажем, это WhatsApp Messenger. Я пользуюсь ею каждый день, и иногда меня удивляют люди, которые не имеют этой программы. У нас в Азербайджане очень трудно найти человека, который не пользуется WhatsApp. А в России, например, люди еще пользуются Viber и вообще другими мессенджерами, например, как ВКонтакте. Здесь такими вещами никто не пользуется. Здесь только WhatsApp. И все говорят, WhatsApp unvar. WhatsApp unvar. И ты понимаешь, да, есть. Если есть номер у человека, значит, у него есть WhatsApp. Следующая любимая программа – это Instagram. Я захожу сюда, смотрю, кто что мне написал. Здесь, например, у меня сообщение. Как вы видите, более 99 запросов на переписку. Вот теперь вы понимаете, почему я не успеваю отвечать всем. Но по возможности стараюсь. Как вы видите, вот здесь вот те люди, которым я уже отвечала. Листаю ленту, ставлю лайки своим друзьям. Ну вот чисто переписываться с кем-то через Instagram – это для меня очень неудобно. Я вообще человек, который не любит переписываться. Я люблю сразу звонить или максимум это отправить голосовое сообщение. У меня просто не хватает терпения на это. Одно время мой пиар-аккаунт, IKM или пиар, я вела сама. И, блин, у меня прям голова взрывалась от того, что сколько можно печатать, сколько можно писать. Поэтому теперь там Легиночка, она всем отвечает. По рекламе писать именно ей, а не мне на основную страницу. Потому что я, скорее всего, ваше сообщение не увижу просто. Следующее приложение, которым я тоже очень часто пользуюсь каждый раз, когда делаю обложки для видео – это PixArt. Здесь удобно что-то вырезать, приклеивать. И самое главное – это бесплатное приложение. Точнее, там очень много функций бесплатных. Есть и, конечно, платный контент, но бесплатным вы тоже можете спокойно обойтись и быть довольными. Все мои обложки я делаю там. Там можно делать формат прям для YouTube. Вы можете посмотреть туториал в YouTube очень много. То есть там все просто, в принципе, и без этого всего вы разберетесь, я думаю. Следующая программа – это AliExpress. Раньше я очень часто что-то заказывала здесь, присматривала. Сейчас я на самом деле решила, что я много чего заказывать не буду с AliExpress, потому что у нас в городе на самом деле почти такие же цены, как и на AliExpress. И нет смысла заказывать, потом ждать. Придет, не придет. Придет то, что ты хочешь. Это немножко напрягает на самом деле. Особенно последний раз, когда мне посылка пришла через 3,5 месяца. Если бы я жила, например, в России, в России я заметила эти мелочи какие-то китайские. Они стоят очень дорого. Но у нас это стоит даже дешевле, чем на AliExpress. У нас есть магазины наподобие фикс прайса, где все стоит, например, по 43 рубля. И там можно найти все, что вы можете купить на AliExpress, например, за 2 доллара, а здесь за 40 рублей. Поэтому смысла именно оттовариваться на AliExpress, как раньше, я не вижу смысла, потому что изобилие этих магазинов дает нам возможность покупать то, что мы хотим сразу, и посмотрев на качество, а не брать, например, кота в мешке. Две недели, как я, уже не пользуюсь программой iMovie. Очень удобная программа, но она вроде как только для айфона. Это как бы стандартная программа. И там очень удобно монтировать видео. Там не остается вводного знака, просто сохраняется за 4-5 минут. Но проблема в том, что, например, я стараюсь как бы расти. Хочу делать свой контент интереснее, делать какие-то интересные переходы. В iMovie очень мало возможностей. То есть, например, вы сняли какой-то кусочек и хотите его ускорить, вы можете ускорить только в 2 раза. А на компьютере я могу ускорить хоть в 10 раз. Иногда бывает, я ставлю камеру и, например, убираюсь у себя в комнате, я это снимаю, а затем я хочу в очень быстром режиме это вам показать. Вот в iMovie это не получится. Или, например, я выбираю цену. Я хочу, чтобы цена выплывала внизу. Тикток. Но куда же без тиктока? Я прям подсела. Если честно, ребят, я немного не врубаюсь. В чем секрет тиктока? Вообще, много времени провожу в тиктоке. Даже в инстаграме не настолько часто бываю, как в тиктоке. Мне кажется, скоро вообще тикток обгонит инстаграм. Потому что вот эти фотографии, они как бы немного искусственные, что ли, как вам сказать. Не знаю, фотографии меня не цепляют. Меня цепляют именно видео. Особенно, если оно какое-то смешное, веселое. Я прям залазиваю в тикток и все, листаю, листаю, листаю. Потом я понимаю, что, ой, блин, в комнате уже темно. Прошло слишком много времени. Пора закругляться. Я скачала Facetune-видео. Там можно пару раз как бы снять видео и посмотреть, как это будет. А потом уже купить эту программу. Мне, если честно, не очень понравилось. Там, конечно, есть эффекты. Они интересны, но они очень сильно убивают качество. А качество для меня превыше всего. Дальше у меня есть Application McDonald's. Это тоже очень крутая вещь. Ни реклама, ни чуть, ребят. Просто полезная информация для вас. Если вы хотите что-то купить, там есть купоны. По этим купонам вы можете получить скидку 30-20%. В общем, скачаете, сами посмотрите. Очень удобно. Вы получаете просто так скидку. Это же приятно, не правда ли? Если все равно вы собрались идти в McDonald's, все равно собрались это покупать. Вы, например, можете бесплатно получить напиток или, например, при покупке макнаггетса в дополнительный какой-то соус. Мелочь, а приятно. На мой взгляд, InShot тоже является очень полезной программой для монтажа видео. Так как... Это ты там сидишь? Нет, сиди мне без разницы. Я не стесняюсь. Хочешь, сиди. На чем мы остановились? InShot. InShot тоже очень полезная программа. Если вы хотите горизонтально, например, снять видео, к примеру, для TikTok или для Instagram, там можно вообще выбирать любой формат. Горизонтальный, вертикальный, для Instagram, для YouTube. Там можно просто просмотреть рекламу и получить видео без вводного знака. Я такие вещи люблю. Следующая программа, которой я пользуюсь, это Yumiko. Это бонусы. Это, можно сказать, кэшпэк-сервис, так скажем. В некоторых магазинах он проходит. То есть вы просто предоставляете свою карточку или просто штрих-код вот здесь вот. Вы его предоставляете, и вам садятся бонусы с покупок. Это, на самом деле, очень выгодно. Если по-любому ты покупаешь этот товар, я предлагаю не идти не именно в магазины, где проходит Yumiko и что-то покупать подороже, а просто если вы все равно идете и все равно покупаете, почему бы не получить, например, даже 20-30 рублей лишних. То есть это тоже дополнительный бонус. Почему нет? Я, например, всегда делаю покупки именно с карточкой. Именно потому, что на карточку садятся бонусы. Хотя это очень мало. Например, я купила камеру и всего заработала там 300 рублей, так скажем. Но все равно приятно, согласитесь. Я пошла в банк, положила деньги на карточку, а затем уже пошла покупать себе камеру. И вообще в магазины, где карточки не проходят, я стараюсь вообще не заглядывать. Я, кстати, была очень приятно удивлена, когда заказала пиццу от Papa John's. И мне сразу же сказали, что мы можем прислать вместе с курьером вам еще и терминал. Терминал, да, он, по-моему, называется, или автомат, фиг знает. В общем, курьер мне притащил еще этот терминал и говорит, что вы можете оплатить карточкой. Вот, пожалуйста, Papa John's, лайк, молодцы, за такой сервис. Хотя пицца стоила недорого, но все равно это было приятно. И вы знаете, остается какой-то приятный осадок, наверное, от ресторана, что вот у них все вот так вот на мази, у них все так удобно. Не то, что у нас, знаете, заходите в некоторый магазин, ты говоришь, а у вас карточка проходит? Тебе говорят, да, конечно, проходит. А потом ты выбираешь какой-то товар, который на скидке, и они говорят, нет, на этот товар не проходит. Нет, по этому товару мы не можем пробить вам. Я говорю, почему? Ну, потому что нам невыгодно. Программа, которой я пользуюсь, наверное, каждый день по 7-8 раз, это будильник. Я ставлю 5-6 будильников, и в конце не просыпаюсь, выключаю все и ложусь спать. Поэтому я вчера попросила своего брата, он встает рано, я говорю, что тебе стоит, позвони мне несколько раз и разбуди меня. Он сказал, окей. Он хитрый, он жук еще тот. Прикиньте, он мне позвонил один раз, потом через 10 минут еще раз позвонил, и видит, что у меня сонный голос, ах, ты спала, значит. Все, ты со мной будешь базарить минут 10, пока не проснешься. Ну, с одной стороны, огромное ему спасибо, что я встала, и, наконец-то, я надеюсь, что я сумею свой режим восстановить. Будем надеяться на это, ребята. Мама говорит, как тебе не стыдно сидеть на балконе и снимать видос? Я сижу у себя на балконе, снимаю на свою камеру, поставила свой ринг-лайт, между прочим, новый. Мне же надо попантоваться перед соседями, что у меня новый ринг-лайт. Интересный вообще. В общем, ребята, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Пока что, пока меня комары окончательно не сгрызли, я уже потихоньку буду закругляться. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться для вас пилить разнообразный контент, придумывать что-то новое. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блэк Эмили. Всем пока!